Эксперты говорят, на строительство новых арсеналов нужны миллиарды гривен и годы работы. Еще в советских времен в Украине остались склады, на которых даже самые опасные боеприпасы могут храниться просто под открытым небом. И вот такая разруха на складах – главный помощник диверсантов. Но только ли они виновники подобных катастроф? Разбиралась Инна Томина. Микрорайон нефтяников, окраина Балаклеи. Разноцветные аккуратные домики с новыми окнами. Вполне мирная картина. Но в марте 17-го именно этот массив больше всего пострадал от взрывов на артскладе. Раиса Андреевна до сих пор хранит в памяти телефона фото своего разрушенного дома. И хорошо помнит день, когда после эвакуации вернулась в родное Балаклею. Ни дверей, ни окон, ничего не было. В квартирах тоже все поразваливано было. Но с тех пор прошло полтора года. И Раиса, и ее соседи уже отремонтировали жилье. Помогли и местные власти. Стены обделали гипсокартоном, потолки. Все сделали. Так по квартирам нормально, можно сказать. Но не доделали. Ни коридор не доделали. Обшили этим гипсокартоном. Позаляпывали эти щели. И все, и подпорка стоит уже год. Чтобы полностью закончить ремонт, нужны деньги. А они в местной казне закончились. Правда, все-таки успели многим жителям перекрыть крыши, вставить новые окна и подлатать разбитые снарядами дороги. Кровью саму они некачественно сделали. Почему? Потому что молодые ребята, необученные. Вот технадзора как таково не было. Тут мастер приезжал, в Харькове живет, так приедет. И все. Никто не принимал по-настоящему выполненный объем работы. Но ремонт не главная беда местных жителей. Люди боятся повторения и новых взрывов на арсенале. Для меня это было очень трудно, конечно, перенести все это. Я из-за того, как услышала, что это вот в Черниговской области случилось, я опять неплохо скорую вызывала. Я уявила, что здесь было. А было действительно страшно. На складе в Балаклее хранились 138 тысяч тонн боеприпасов. Уцелела только треть. Снаряды взрывались и разлетались больше недели. Вот это, вот это что за флакет? При этом виновников катастрофы до сих пор так и не нашли. А начальника хранения 65-го арсенала в Балаклее даже в должности восстановили. Еще и с компенсацией. По иронии, как раз накануне событий в Ичне. А сам же арт-склад в Балаклее после двух пожаров по-прежнему под усиленной охраной. Введены новые подраздели, кинологическая служба, то есть у нас собаки еще патрулируют. Посилены мы техничными засобами, такими как тепловизийные маникуляры. Ну и взагалі мы перебуваємо в посиленном режиме несення службы. Усиление мер безопасности уже традиционный результат после каждого арт-фейерверка. Вот только военные склады и дальше горят и взрываются. При этом сценарий ЧП, как правило, один и тот же. Впрочем, как и версии случившегося. Диверсионная халатность и умышленный поджог. Я бы поставил в обратном порядке. Я все-таки считаю, что основная версия – это умышленный поджог. С целью сокрытия недостачи. Ичня, Калиновка, Балаклея. И это только за последние полтора года. А до этого были масштабные пожары в Лозовой, Новобогдановке и Бахмуте. Тонны уничтоженных снарядов, миллиарды гривен убытков. И почти полная безнаказанность. Покарані за выбухи и підпали на військовых складах уже є. По передних случаях. Це зазвичайся повідбували. Если мы проанализуем вот эти 13 выбухов и пожеж, которые происходили на військовых складах за часы независимости, то по частинам из них все-таки есть уже решение судов. И мы там видим, что юридическая оценка – это насамперед, службовая недбалість. Что случилось на складе в Ичне и кто виноват в пожаре? Основная версия, которую выдвигают Минобороны – диверсия. Выбухи, які відбувалися, вони відбувалися таким чином, що спочатку був хлопок, потім зарево, після цього два хлопка і вже відбух байприпаса, свідчить про те, що, імовірні, те, що була закладка байприпаса для підрива наших ховиш. То, що такий фейерверк, спичками не устроиш, підтверджають і военні експерты. Снаряди на арсеналах храняться не в окончательно снаряженном виде, то есть вони без взрывателей. І для того, щоб вызвати детонацию цих снарядів, потрібно заложити фугас. То есть не обычний заряд, а фугасний заряд і дуже більшої мощності. І це робота не одного часа і не одного специалиста. По даним Минобороны, на складах Вични были почти 70 тисяч тонн боєприпасів. І почти всі вони хранились просто на земле, під відкритим небом і без довжної охорони. Чому не вдалося зберегти? Я тут думаю, що все-таки, тому що недостатньо було обладнання периметру. Ми надійно можемо зберегти наші запаси, тоді, коли ми побудуємо закриті жезобетонні конструкції, які надійно забезпечують охорону. І вже традиційно, після подобних ЧП, звучат обіщання. В найближайші часу почат строити 15-ти современних хранилищ боєприпасів на трьох крупніших арсеналах – Цветохі, Калиновці і Богдановці. Але даже при достаточному фінансуванні – це перспектива 15-ти лет. А це означає, що поки снаряди в Україні будуть хранитися по старинці. Із того, що осталось у нас ще целими, такого масштаба баз, то я скажу, що одна база представляє таку угрозу, що ми можемо пол'європи рознести. Рядом знаходиться атомна станція. Інна Томина, Светлана Шокера і Максим Чеблин. Подробності неділи – Телеканал «Интер». Дякую за перегляд!